Всем привет, ребята, с вами Какси Адред, и сегодня у нас будет обзор в мастерской. Я тут прикупил себе некоторые безделушки, инструмент, нужный инструмент, и сегодня мы сделаем обзор на них. Начнем мы, наверное, с надфилей. Прикупил вот такую кучу надфилей всяких разных. Начнем мы вот с этих, это обычные алмазные надфиля, ссылочки будут все так сюда под этим видео. Стандартный набор надфилей алмазных. О качестве я ничего не скажу сейчас, потому что все они одинаковые. Хоть купленные за 100 рублей, хоть за 500, ну, за исключением каких-нибудь там самых дорогих и очень крутых. Все знают для чего они нужны, там подточить какие-нибудь выемки, еще что-нибудь на пластике, на дереве, ну, с деревом, конечно, можно поспорить, потому что на дереве они работают так себе, но вот если точить ими пластик, то получается самое то. Вот такой вот наборчик. У меня такие есть, решил обновить. Моим надфилям уже лет-лет и памяти нет, так что... Итак, еще одни алмазные надфиля. Уже других форм. Вот в такой упаковочке они поставляются. Тут уже не стандартные формы надфилей, например, вот такой вот. Или вот такой вот. Ну, это короткий, просто стандартный. Сейчас мы все вытащим и посмотрим. Есть даже вот такой вот. Прикольный наборчик, думаю, пригодится. Итак, следующие надфиля у нас постараются вот в такой вот упаковочке. Это не алмазные, а обычные, там, по металлу и по дереву. Вроде как, по металлу их тоже можно использовать. Вот так вот они выглядят. Сами зазубрины не очень крупные, так что для пластика самое то. Здесь вот такие вот. Какие-то в виде ножика. Вот так вот. И самое интересное, то, что я себе хотел давно приобрести и никак не мог найти в городе. Нашел только в интернете. Это, типа, маленький рашпиль. Вот такой вот упаковки они поставляются. Сейчас их тоже все вытащим. Вот так вот они выглядят. Сами ручки, я не скажу прям, чтобы они были супер, но шпиля нормальные самые. Есть и плоский, есть и вот такой вот, выгнутый какой-то и круглый. Если работать постоянно с фанерой, то они очень пригодятся. МДФ тоже они спокойно обрабатывают. По пластику, конечно, не знаю, слишком грубые зазубрины будут оставлять, но тоже неплохо. Ну, короче, вот так. Это, что касается надфилей. Итак, следующее, что у нас на подходе, это балетка. Это моя балетка, производство фирмы Olfo, made in Japan, японская. Фирма Olfo выпускает, в основном, режущий инструмент. У них есть и балетки такого вида, и побольше. Она даже выпускает ножи для фирмы Tamiya. Это фирма тоже японская, производит всякие модели сборных, сборные масштабные модели. И решил я прикупить вот такой вот наборчик. Многие спрашивают, где купить балетку такую. Я, если честно, ее купил, и теперь не могу найти, где же они продаются. А покупал я в обычном фуздмагазине. Вот такая вот балетка, здесь, например, вот эти все части, они металлические, которые держат само лезвие. Вот эта часть, которая зажимает, здесь же такого нет, это простая балетка. Я уже вижу тут всякие лезвия попадали, сейчас посмотрим. И показал, тут сзади даже есть, как пользоваться, и даже есть запасные жалы. Не лезвия, а жалы именно, которые упираются в центр. Итак, вот такая штуковина. Сейчас мы лезвия все соберем, которые здесь попадали. И что у нас идет в комплекте? Ага, это у нас типа гриффин, как в простом карандаше обычном. Можно зажать вот сюда вот и использовать как циркуль. Ну, не скажу, что она подходит именно для пластика, потому что тут какая-то хиленькая фиксация. Но зато, зато можно ей спокойно вырезать картон. Так, фиксируется она у нас вот так вот, вот таким пластиковым зажимом. Моя, например, фиксируется именно болт с гайкой латунной. И поэтому можно вырезать какие-нибудь там жесткий материал, типа плохая пластика. Здесь уже не получится так. Устанавливается лезвия. Вот сюда вот должно он установиться. Да. И зажимается. Единственное, что вот большие размеры. Можно вот так вот разложить и вырезать большие окружности. Ну, аккуратно с этим. Так что, что тут еще хорошего? Да, здесь у нас кармашек есть под запасные лезвия. Сейчас мы уложим их. Ага, я неправильно просто ее открыл с другой стороны. Вот таким вот макаром. Вот еще один пластиковый. Также есть площадка вот такая вот. Все что-то это грязное. Все пальцы уже. Также есть вот такая площадка. Эта площадка нужна для упора центральной части. Убираемся, чтобы центральная часть не делала сквозную дырку в материале, который вырежете. Сейчас попробуем что-нибудь вырезать. Ну, нормально, скажем так. Можно использовать. Миллиметровку она режет нормально. Эта балетка. У меня уже затупился здесь саморежущий элемент. Да, затупился. Например, в моей балетке все лезвия находятся вот в этом защитном чехле. Открываем и какое надо здесь уберем. Здесь же все это находится в самой балетке. Ну, не знаю. Это, наверное, 10 из 10, а это, наверное, где-то 7 из 10. Для начала пойдет. Также есть вот такой типа защитный чехольчик. Еще бы его научиться туда вставлять. Итак, следующее. На обзоре у нас просечки. Это мои просечки. Наборчик вот такой вот. Это круговые, так сказать, ножи. Можно там выдалбливать какие-нибудь отверстия. Даже в ремне можно сделать дополнительные отверстия. Этому набору уже лет 5. Я до сих пор им пользуюсь. И набор китайских просечек, которые мне прислали. Посмотрим. Вот так это все дело выглядит. Итак, что тут у нас хорошего? У нас хорошие тут. Какие-то площадки. Я даже не знаю, до чего они. Может делать какие-то выемки. Вот такие две маленькие просечки. Такие же, как у меня в наборе. Посмотрим. 5 мм маркировка и 2,5 мм маркировка. В принципе, нормально. Так, это какой-то у нас тоже пробой. Или... Не знаю даже что. Ну, думаю, разберемся. Вот такие вот. Но это не просечка. Это выдавливает какие-нибудь углубления. Что тут у нас? Тоже выдавливать углубления. На 8 мм. И на... Что-то здесь плохо написано. На 6 мм. Вот такая штуковина. Вот такая вот штуковина. Типа звездочки. Но, скорее всего, это под кожу. С кожей я тоже работаю. Потому что на многих мячах идет кожаная плетка. И на некоторых даже бывает какое-нибудь тиснение. И вот такая вот поросечка. Ну, короче, такой вот наборчик. Применение всему найдется. Так что, даже если мы не знаем, что это такое и как этим пользоваться. Google вам поможет. Итак, следующий лот. Это у нас вот такие сверла и вот такая штуковина. Ступенчатые сверла. Я очень их люблю. И они реально часто выручают. У меня есть набор. Сейчас я вам покажу. Таких сверел. И вот такой вот наборчик мне пришел. Все то же самое. Все то же самое. Единственное, без коробка. Тут вот, например, нету маркировки. Это может быть косяк завода. А здесь есть маркировка. И здесь есть маркировка. Вот мои сверла. Я делал на них обзор уже. И до сих пор они живые и не затупились. У нас такой набор стоит порядка трех или четырех тысяч. А в Китае сущие копейки. Сверлят эти сверла листовой металл, дерево, пластик. Короче, листовой материал. Если вам нужно просверлить какое-нибудь там отверстие в материале на восемь миллиметров, на десять миллиметров, можно использовать вот такие сверла. У них вот эта вот сама ступенька больше, чем, например, вот на этих. Как видите. И достаточно нормально они выполняют свою работу за такие деньги. Так что вот так вот. Есть еще одна такая штуковина. Мне она очень понравилась. Я решил себе заказать ее. Только бывает надо что-нибудь зазинковать или там просверлить. И там неохота идти за шуруповертом, там еще зачем-то. За дрелью. Вот такая штука. Тут такое же сверло стоит. Ну, уже только с ручкой. Здесь ничего нету. Вот так вот. Закрутили и оставим. Погнали дальше. Вот такой вот наборчик для лепки. У меня в наборе, все знаете наверно, что у меня есть такой наборчик для лепки. Там что-то в районе 15 предметов. Ну, вот таких именно штуковин там нет. Это вот такие кнопочки. Ну, как я их называю? Кружки. Чтобы выдавливать в пластике, в плюморфусе или еще где-то. Или в той же самой глине, или в пластилине для лепки. Какие-нибудь там закругления, точки там, тиснения делать. Тут их три штучки. Все они разные размеры. Пригодится. Очень нужная вещь, если честно. Надо еще заказать такой, только побольше какие-то наконечники. Так, следующий лот в нашей программе. Это клеевой пистолет. Все вы видели в моих видосах, что я использую вот такой вот клеевой пистолет Hammerflex. Огромный плюс этого пистолета в том, что здесь есть вот такой вот носик. И просто реально крутая штука. Ну, бывает одного пистолета мне мало, потому что один в мастерской, один дома. Если он один, то его приходится с собой таскать. Ну и решил заказать себе вот такой вот пистолет. Он, конечно, побольше. Здесь 120 ватт. Как я понял. Здесь ничего не написано. Вроде как 120 ватт. Да. Температуру здесь можно регулировать. Сейчас мы вскроем, посмотрим, что он на себя представляет. Единственный минус этих пистолетов, на них нужны переходники. Ну, не скажу, что он прям потяжелее чуть-чуть, чем мой. Также откидывается эта ножка. Не хочу стоять, скорее всего, провод задубил. Сейчас мы это все. Также в комплекте шла вот такая штуковина, переходник под наши розетки. Очень нужная вещь. Где-то я посеял штук 5 таких уже. Так что надо будет его просто скотчем или изолентой синий замотать. И все будет нормально. Итак. Также есть здесь индикатор. На моем тоже есть индикатор. Что тут еще? Носик вроде как съемный, но не будем. На моем тоже носик съемный. Есть даже шарик какой-то. Чтобы, типа, клей сам по себе не тек. Когда вы его поставили, вот так вот. И он там капает, капает, капает. Эту фигню придумал дремель, кстати говоря. Фирма есть такая, дремель выпускает гравера. И у них есть клеевые пистолеты. Очень хорошего, кстати, качества. Но цены там заолочные, реально. Именно хорошего. Можно купить какой-нибудь 20-ваттный, который накроется через год. Можно купить какой-нибудь реально 150-ваттный у них есть. И будет работать долго. Так, что у нас тут? У нас тут можно регулировать температуру. Можно и пальцами это, конечно, сделать. Но лучше отверткой. Индикатор на моем регулировке нет. Ну и сам по себе прикольно. Вот такой. На какой-то бластер похожий. Так, что тут еще хорошего? Ну, все примерно понятно. Что, сейчас попробуем их протестировать. Также заказал я стержни. Вот такие вот, маленькие. Сейчас мы ставим стержень. И включим оба пистолета в одно время. И посмотрим, какой быстрей нагревается. Так, сейчас мы проверим все это дело. Оп, поехали. Ну что, минута прошла. В принципе, они заявляют, что полторы минуты. Оп. Этот пистолет уже готов. Даже быстрее он был готов. А вот этот? Ну, так себе. Все. Останавливаем уже. Смысла нет проверять их. Потому что этот где-то минута с чем-то. Минута десять. А этот еще будет греться минут три. Так, следующее, что я тут подзаказал. Это вот такие вот фиксационные клещи. Или как они там называются? Клещи? Клещи? Нет, клещи это на собаках. Это клещи. Вот такая штуковина. Многие скажут, кто разбирается хотя бы чуть-чуть в машинах, что это клещи для откручивания масляного фильтра. Может быть так и есть. Не знаю. В описании к товару этого не было написано. Я заказал эти штуковины для того, чтобы фиксировать место тех же самых струбцин. Взяли два куска толстого материала. Сейчас надо их подзакрутить. А, все, закручены. Прижали и все, быстренько. А не вот это закручивать. Есть, конечно, и другие виды. Ссылочки тоже оставлю в описании. Но мне именно такие нужны. Я знаю размеры. Вот этот вот. Я не купил их просто так. Многие скажут. А вот такая штуковина. И я тут немножко ошибки в заказе и заказал себе такую штуку. Тут больше в коробке нифига нету. Так что я оставлю ссылки и на такую штуковину, и на ту, которая должна быть вообще по правилам. Это, короче, резак для пенопласта. Вот это жало у нас нагревается, но у нас нет блок питания в комплекте. Так что, ребята, будете покупать, обращайте внимание. Типа нехромового резака, который можно сделать самому. Эту фигню подключаете туда 12 вольт и вырезаете там какие-нибудь фиговинки из пенопласта. Да, вот такой вот обзор у нас сегодня. Веселый и непринужденный. Так что вот так вот. Ну и самая главная штуковина, которую я себе заказал, сразу в комплекте шел переходник. Барабанная дробь. Вот такая штука. Многие скажут, что это типа паяльник, там еще что-то. Как паяльник его можно использовать, я думаю. Вот такой вот толстенный провод. Переходник. Вот так вот. Это выжигатель, ребята. Простой, обычный выжигатель. Только без блока питания, скажем так. Итак, в комплекте нашла вот такая штука. Больше похожа на подставку для спиралей от комаров. Многие, наверное, знают. И также в комплекте шли вот такие вот насадочки. Как я понял, этой штуковины можно не просто паять, выжигать, резать. Также можно сделать клеймо. Тут даже есть в комплекте переходники. Вот это дело. Начнем с маленького пакетика, который валялся именно в самой коробке. Тут вот так вот все. Все вот так вот серьезно. Цанговый зажим под лезья, которые даже шли в комплекте. Сколько тут лезьи? Одно. Одно лезье. Супер. Так, это сюда не подходит. Не знаю даже. Скорее всего, нам нужно будет открутить вот эту штуковину. Вам этот полтик не потерять. Так, что-то я... А, вот как оно. Это не надо было откручивать, ребята. Не вздумайте. Не знаю, после этого заработает он у меня или нет. Сейчас посмотрим. Итак, вот это дело откручивается у нас. И устанавливаем цанговый зажим. Что-то он устанавливается не до конца, конечно. Нет, это мне не очень нравится. В нем должен быть... Вот. Вот так вот. Первый раз. Вот такие вот дела. Да все равно. Все равно не скажу, что прям тут супер. Все. Китайцы, как всегда, молодцы. Ну вот, просится здесь шайба. Просто поставьте сюда шайбу. И тогда будет все закручиваться. Сейчас мы это дело все испытаем. Так. Ну и все равно лезвие какое-то универсальное. Сейчас посмотрим. Во! Вот так вот. Можно что-то кромсать. Сейчас мы его подключим. И посмотрим, что же можно накромсать. Тут тоже какие-то печати латунные. Он уже даже звонил. Задымил. Сейчас посмотрим. Если что, рука на рубильнике. О! Тут даже у нас есть фторопластовые трафареты. Вот так вот, ребята. Почему сразу сказал, что фторопласт? Потому что, скорее всего, фторопласт. И, 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 и. Как бы это дело все. Вот. Вот. Вот такая красота. Всякие. Заклинить можно кого-нибудь. Насадочки всякие. Че это такое? Никак не догадайтесь. Я тоже не догадаюсь. Так же есть такая же цанга, как и вот в этом пакетике была. Не знаю, будет она лучше себя вести или нет. И вот такие вот штуковины. Это латунь. А это, скорее всего, обычная сталь. Ну, короче, ребята, вот так вот. Вот такой вот паяльник. Он же выжигатель. Главное, смотрите в описании, что написано. На нем написано 110-120 вольт. И все. Хана. А китайцы положили даже розетку. Переходник под розетку. Для чего они это сделали? Я не знаю. Оп. Вот просто захотелось им. Так что вот эти штуковины можно будет куда-нибудь применить. Ну, а я остался без паяльника, короче. Без выжигателя. Ну, выжигатель у меня есть. Вязь называется. Советский. На 220 вольт. А не как вот это вот. На 110-120. Так что читайте описание лучше. Ну, я не унываю. Все бывает. Так что поэтому, наверное, и задымился. Так что читайте описание лучше. Ну, зато протестили. Будет ли работать выжигатель на 110 вольт, а 220? Нет. Не будет. Итак, все ссылочки будут в описании под этим видео. Даже на этого предателя. Может быть, найду на 220 вольт. И также оставлю на него тоже ссылку. С вами был, как всегда, Дредд. Подписываемся на канал. Не унываем. И ставим этому видосу лайк. Всем пока.